Христос воскресе Христос воскресе Талая вода Которая полностью выхолощенная Ее и пить-то нельзя Ее называют технической даже водой Которая в водопроводной сети Особенно в городе Москвы То есть для тела никакой пользы не дает, да? Я бы даже сказал, наверное, вред дает Потому что ее называют технической водой То есть это там можно помыть Можно там что-то руки вымыть А вот пить ее не рекомендуется Это с точки зрения, так сказать, биохимии, биологии, анатомии Но если с точки зрения более духовной, так сказать, рассматривать воду То, конечно же, тоже есть много вариантов Ну, сказочный вариант все знают Одна умерщвляет, другая оживляет А вот с точки зрения духовной То мы здесь уже касаемся более глубоких истин Того, что человек состоит как бы из двух частей Из тела и души И для тела мы уже поняли, что вода нужна Потому что само тело состоит из воды И на 80-90% это анатомия нам говорит Что мы, в общем-то, такие люди Все в основном из воды состоящие Очень мало Ахосул Петр вообще, да, утверждает, что Бог из воды вообще все сотворил Твой весь мир, да, сотворил Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою То есть даже наш прах Но ничего, свет все-таки из воды не сделаешь, мне кажется То есть свет, да, будет свет, да, первый Так сказать, вот в шестодневе Когда в библейской описании, как Господь сотворил мир Там да будет свет, а потом уже земля, вода И дух носился над водой То есть вот это все небо И это все вот как-то собрано так въедино И твердь, и вода, и небо То есть мы видим, что это основные Как бы такие вот основополагающие вещества Из которых сотворен мир А из него уже производил Господь там и растения, и животных Ну и человек, вот он сделал Написано, что из персти земной То есть из пыли Но, как вот показывает наша практика Что анатомическая Что воды все-таки у нас больше, чем микроэлементов То есть пыли земной Но тем не менее еще есть вода И для души живая вода Мы все знаем, что надо креститься Как можно креститься без воды? Без воды не получается крещение Соответственно, если нету крещения, то нету и духовной жизни Нету и имени духовного на небесах записанного То есть это уже оживляющая вода То есть мы, вспоминая евангельский текст Есть такая беседа Господа с Никодимом Тайная беседа была И в ней Господь говорит, что человеку необходимо родиться дважды Первый раз мы рождаемся по плоти от матери Второй раз мы должны родиться от воды и Духа Святого Вот это вот прям черным по белому это цитата из Евангелия Поэтому, конечно же, вода она оживляет Ну и опять же, если возвращаться к биологии, анатомии То мы знаем, что человек без еды много времени может прожить А вот без воды он там несколько дней и умирает Он даже бывает такое, что человек вроде бы как уже водой пытается восстановить А организм уже не работает, уже все нарушено То есть вот нашли в пустыне человек Он вроде бы еще живой И сколько бы ему воды не давали, все равно уже ничего не получается Он все-таки умрет Поэтому вода, как мы видим, очень важная Ключевая Еще, да, и мы с вами неоднократно говорили Что и вода, она способна запоминать информацию И даже вот, например, когда молятся над водой Даже крещенцы, она структуру даже меняет Это другой, да, момент, связанный с водной стихией Когда физики нам говорят Это, так сказать, такая уже научно доказанная история Что вода имеет структуру определенную И эта структура может содержать в себе информацию Какую? Ну и химическую, и какую-то информацию физическую И если брать крещенскую воду То она очень сильно отличается от воды до того Как ее осветили крещенским чином Вот это одна и та же вода в одной и той же реке Из одной и той же проруби, взятая до крещения И во время крещения Она имеет разные физические свойства И это доказано научно То есть там, значит, когда замерзает Когда еще какие-то моменты там Физические качества у нее меняются от крещения Причем даже вплоть до того, что Пытались даже объяснить, что это освещается Вода якобы серебряным крестиком Освещается, и поэтому у нее свойства так сильно изменяются Но серебряных крестиков сейчас практически никто не использует Освещают обычными крестами Ну, золоченными, а они инертны абсолютно Поэтому здесь это объяснение Ну, никак не подходит под изменение Кардинальное изменение свойств воды При крещении, при освещении великим чином на крещение Ну, и, конечно же, она воздействует на душу То есть основное качество крещенской воды Это оживляющее действие на душу человеческой производящей Ну, и на тело, конечно же Причем ею рекомендуется освещать и жилища, и кропите животных И человеку желательно каждый день натощак этой крещенской воды Употреблять с кусочком просфоры Потому что она тогда особенным образом Перестраивает и тело, и душу человека Благодатью Божией Изменяя состояние души и тела Как ни странно, но это факт Прежде чем мы с вами перейдем к нашей главной теме То есть живая вода, это сам Господь Еще мы коснемся такой темы, что воду мы видим Что она не только может оживотворять Ну и губить, как мы видим И Господь потоп послал, да, чтобы погубить человечество Ну, если Библию мы берем То там огромное количество моментов, связанных с водой Ну, начиная со сотворения мира Как мы видим, в основе стихии воды Лежит в основе сотворения всего мира Далее мы видим, что вода Просто огромную роль сыграла в жизни народа израильского При исходе из Египта При их бегстве, да, от фараоновского войска Они перешли Красное море по дну То есть так вот Моисей Пророк помолился, благословил И море разошлось, и они прошли по дну А когда в этот же коридор, у которого стенами являлись воды Красного моря Вошла фараонская конница и войска Вода схлопнулась и утопила все войско фараона Причем и сейчас археологические находки показывают Что действительно там на дне лежат и колесницы, и оружие и прочее То есть доказывает археологии Что это действительно был факт, такой исторический Но и если брать до этого, то, конечно же, всемирный потоп Который уничтожил все живое на земле То есть первую цивилизацию от Адама, развивающуюся до Ноя Все люди были потоплены водами потопа Уничтожены за их грехи И лишь Ной со своим семейством, женой, с детьми Сохранился в ковчеге, ну и тех, кого он взял в ковчег То есть это животные, птицы и прочие, так сказать Каждые твари по паре Вот это для нас тоже является таким прообразом того, насколько важна вода в нашей жизни То есть мы видим, что вода может животворить целый народ Но народ израильский при исходе из Египта И может уничтожать практически все человечество в ветхозаветном потопе Ну и как мы видим тоже в ветхозавете сколько было случаев, когда Господь воспитывал народ То есть удерживая или попуская дождь Это еще один, да, такие атмосферные осадки Когда, ну там были, допустим, моменты, когда народ израильский отступал от Бога И Господь попускал им засуху То есть просто не было дождей Полгода, год, два И, естественно, люди начинали умирать от голода И потом мы помним пророка Илью, который молился Принес жертвы Которые Господь молниями забрал Да, жертвы или иные И послал дождь И таким образом была восстановлена истинная вера А всех языческих жрецов Сам Илья Пророк своим мечом просто порубил Там около 400 человек погибло Жрецов языческих Которые не могли никак, так сказать, заставить свою жертву быть вознесенной на небо с помощью огня А Ильи Пророка жертву Господь принял Это кому интересно, можете почитать Углубиться в этот исторический момент библейской истории Очень интересно, почитайте Кроме того, Моисей Пророк спасал народ израильский от жажды Представьте, 600 тысяч человек двигаются по пустыне И вот есть такая Синайская пустыня Это около горы Синай останавливается станом народ израильский Те, кто там были, может быть, кто ездил в Египет, Шармаль-Шейх или Хургаду То можно было бы посетить это место Стоянки народа израильского с Моисеем Пророком У основания горы Святой Екатерины, как сейчас она называется Или Синайя И воды там нет совсем Там только колодец, древнейший колодец Где тесть Моисея Пророка, собственно, паскос И из этого колодца питался водой И напаял свои стадо И все И пришлось чудом спасать народ израильский Чудо сотворил Пророк Моисей по повелению Божию Он ударил посохом в огромный камень Этот камень сейчас лежит Он размером, наверное, до потолка вот этой нашей студии Я около камня этого был Огромный камень Причем видно, что это отдельный камень То есть это не целиковая скала А просто вот отдельный камень Но также видно, что по нему некогда тек просто сильный поток воды То есть вот просто осталось промыв И отложение солей, водяных солей Перестала вода течь из этого камня Лет 200 назад было землетрясение И что-то вот Господь так нарушил землетрясение Прекратило течение воды И там даже от этого потока русло, ручья осталось То есть это место и сейчас можно посетить Паломнические и поклониться Вот тому чуду, который пророк Моисей произвел И от этого потока водного 600 тысяч Брали воду и поили свои стада И жили И потом еще много столетий Все, кто там проживал Арабы, бедуины Этой водой напитывали себя и свой скот Удивительно, но это тоже историческая такая канва событий Ну, а с Иорданом сколько связано событий Во-первых, так же по суху прошел народ израильский В землю обетованную То есть уже Елисей, пророк Да, по-моему, Елисей Значит, он ударил мелодию И по дну прошел дну Иордана Иордан река и сейчас течет И вы можете его посетить и увидеть, что там Остановить этот поток достаточно сложно А тем более, чтобы сухое дно стало вообще невозможно И мы, конечно же, это все воспринимаем как Ну, что-то такое древность какая-то Может быть, было, не было На самом деле это все было Эти события все записаны И, что интересно, сохранились те места И те, ну, даже вот камни сохранились Где все это происходило Наш разговор о воде Он не случайный То есть в ближайшее воскресенье Будет вспоминаться разговор У колодца Господа с женщиной Смаренко Мы эту встречу с вами подробно Очень разбирали год назад Я думаю, что людям, если кому интересно Могут найти на просторах интернет На ютубе, на сайте Щелковского телевидения Берлюках Диалог православия 26 мая 2021 года Там прям подробно все разбирали Сегодня я предлагаю, чтобы вы так Немножечко нам коротко рассказали Да, и основной смысл Ведь там Господь сказал, что именно Он Живая вода, источник живой воды Ну, кратко сюжет этого евангельского чтения Заключается в том, что Господь с учениками Пришел в Самарианское селение Ну, на окраине его встали И решили, так сказать, покушать Ученики пошли в селение Да, его апостолы пошли в селение за пищей А Господь, утрудившись в пути, то есть устав Сидел рядом с источником Источником это был колодец Глубокий колодец Он и сейчас там есть Сейчас над ним построили храм Божий И под алтарем Вот этот вот колодец Он очень долго приходится Крутить барабан Чтобы оттуда поднять Ведрышко небольшое То есть самостоятельно так вот не достанешь воды Ну, метров 25-30, наверное Глубиной этот колодец Ну, там невозможно Только вот с помощью веревки И вот такой лебедочки Можно оттуда воду поднять Я лично это Крутил вот эту вот лебедочку Чтобы воду оттуда достать Вода чистая, вкусная, абсолютно Хорошая вода Но, конечно же, ее вот представляете Как там 30 метров накрутить веревки И Господь сидел Так как у него не было Почерпало Он сидел около колодца Ждал апостолов Раньше каждый с собой носил веревку И чтобы так никто не украл Не оставляли на колодце эту веревку А вот приносили И веревкой поднимали И уносили с собой Поэтому пришла женщина Самарянка Фатина Ее имя было Она тоже за водой пришла И Господь ее попросил Воды напиться То есть его жажда мучила Она удивилась Даже обращению к ней Господа Потому что Было обычай иудеев С самарянами не общаться Они считались Нечистыми То есть иудеи презирали самарян Да, людьми второго сорта Самаряне считались Иудеи с ними не общались И уж точно не прикасались И точно ничего не брали из их рук А здесь вдруг воды напиться Просит иудея А о чем она и сказала Как ты, иудея, меня просишь Удивительно На что Господь ей ответил Если бы ты знала, кто к тебе обращается Что ты бы просил у меня Воды живой Да, та вода, которую ты бьешь Что ты еще будешь ее хотеть Ты вот сейчас напьешься Но через какое-то время Опять захочешь пить А ту воду, которую я тебе дам Живую воду Ты уже никогда не будешь жаждать Это все Мало того, еще и из тебя потекут Потоки воды живой Конечно же, она удивилась Конечно же, я хочу такой воды И Господь, чтобы ее, так сказать Узнать искренность Показать, что она искренно общается Он говорит Ну, вот у тебя-то мужей-то нет Хотя и было у тебя пять Сожителей мужей Но они же не мужья тебе С кем ты сейчас живешь Он тебе не муж Тоже не муж, да И Фатине сказал Я вижу, что ты пророк И побежал во вселение Позвать всех людей Причем перед этим она спросила А вот как же вы нам говорите Что надо поклоняться Богу Только в Иерусалиме В храме Соломона А вот мы поклоняемся здесь На горе, в роще святой Для нас святой Господь сказал Поверь мне Придет время, что будете поклоняться Богу на любом месте В духе и истине То, что Богу угодно Дух Божий и истина А истина является Господь Иисус Христос Он так сам и говорит В другом месте Евангелия Я есть истины и путь и жизнь Соответственно, услышав это все Она позвала жителей И сама проповедовала Христа Перед этими жителями И жители потом уверовали во Христа Говоря, что мы теперь и сами видим Что он пророк Не с твоих слов А сами пообщавшись с ним И апостолы пришли уже К Господу Я представляю, как они в реакции приходят Да, апостолы приходят И видят, как Господь общается С самарянами Что для них было шоком У них была традиция Не общаться с самарянами А здесь вот он общается Но они ничего не спросили Да, то есть Вот такая интересная ситуация В которой Господь опять ломал Стереотипы мышления Неправильный подход Неправильные жизненные устои То есть все друг другу братья Все-таки перед Господом должны быть И поэтому Господь и это переломил Иначе бы в дальнейшем Апостолы проповедовали бы Только среди иудеев И никому из язычников Они бы не проповедовали Евангелие Если бы не было со стороны Господа Самого таких вот уроков Что и язычникам надо тоже проповедовать Для этого вот это все Но в ракурсе, так сказать Сегодняшней беседы Здесь мы видим, что Господь Говорит о какой-то воде Живой воде Которая единожды принята Она человека изменяет настолько Что человек уже никогда больше Жаждать не будет И еще и сам станет Производить эту воду живую И другим давать Вот это как раз И речь идет о той Благодати Духа Святого Которой говорят все преподобные Все, ну в том числе и апостолы Все последователи Христа Также и мы являемся Такими же носителями Вот этой воды живой Если мы Исповедуем Христа Если мы крестимся Если мы Соблюдаем таинство То есть вода живая Это благодать Святого Духа Да, это благодать Духа Святого Которая единожды принята В душу человеческую С верою Прикрещение Да, прикрещение И потом Она должна Естественно быть Поддерживаема Таинствами Молитвами Исповедью Причастием Конечно же Потому что Ну любой источник Надо поддерживать Иначе засохнет Иначе Да, он просто забьется Вот Те, кто с источниками Ну в природе Сталкивался То туда падают листва Накапливается Ил Творф И источник Потихонечку Оскудевает И потом Прекращает даже течь Просто мокрое место Остается Такое болотистое Низинка А если опять Прочистить То опять потечет Чистая вода Вот так и человек Он Свою душу Которая является Источником Благодати Духа Святого Он свою душу Таким образом Засоряет Различными Мирскими Суетными делами А иногда и грехами И превращает Свою душу В болото Хотя В нем Внутри есть Вот эта вот Живая вода Но она Забита Различной грязью Человеческой жизни Греховной И чтобы Эта вода Опять потекла Нужно Очистить душу От этого Ила Греховного И тогда Все опять Возобновится А честь как? Покаянием И исповедием Чистота души Она конечно же Зависит от многих Факторов И Об этом Мы читаем И в Евангелии Господь говорит Покайтесь Приблизилось Царство Небесное Это первый Так сказать Шаг Если мы Вспоминаем Крещение То сначала Было Крещение Иоанна Претеча Крещение Покаяния И когда Люди Входили в воды Иорданские Омывали тело Воды Иордана От нечистоты И омывали душу Свою Покаянием Исповедование Своих грехов Это было Крещение От Иоанна И потом уже Благодать Духа Святого Через крещение Христова Приходило к ним То есть Так же И мы сейчас Мы крестимся При крещении А потом Стараемся Очищать Свою душу Регулярно Таинством Покаяния Потому что Повторюсь Каждый грех Он как Маленький Или большой Камень Ложится На тот Источник Воды Живой Который Простекает Из нашей души Который нас Животворит И животворит Окружающих нас И каждый этот Камешек Все больше и больше Каждый этот Греховный Какой-то Листик Все больше и больше Запирает Благодать Духа Святого В нашей душе И не дает И нам Ей пользоваться И у нас Уныние возникает И страсти И тем более Другим Мы тоже ничего Преподать не можем Потому что От полноты Сердца Глаголит уста Это так же Священное Писание Говорит об этом Мы с вами уже Немножко раньше Вы сказали Что о разговоре Господа с Никодимом Есть у нас разговор С Самарянкой В Евангелиях Очень много Описано Разных встреч Господа с людьми Но как правило Они происходят При окружающих людях Здесь же Наверное Таких два Получается диалога Когда Никодим К ним ночью К Господу приходил И Самарянка Здесь они вдвоем У колодца Откуда Это описывает Евангелист Иоанн Откуда он мог Знать об этих разговорах На мой взгляд Все-таки Иоанн был молодой На тот момент Апостол Самый молодой Из всех апостолов И Любимый Ученик Христа Скорее всего Господь его Просто не отпустил Ни при беседе С Самарянкой Ни при беседе С Никодимом Никуда не отпускал его Он был при нем И поэтому он знал Об этих беседах Непосредственно Так сказать Из уст Христовых А более старшие апостолы Они ходили Вот там За едой За водой И прочими Какими-то там Делами заняты И поэтому Мы об этом читаем Собственно Только у Иоанна В его Евангельском Да Повествовании И конечно Про Никодима Больше никто Как-то так вот В таких Точных выражениях Никто ничего не говорит Конечно же Мы Видим Что Господь Иоанну Богослову Открыл Очень много Всего того Чего многим Из апостолов Не открыл Например На гору Фавор Господь взял с собой Только Иоанна И Якова И Петра Вот и все Здесь При беседах С Самарянкой С Никодимом Тайных беседах Тоже присутствовал Иоанн Потому что Иначе он этого Не смог описать Богородицу Опять же Господь кому поручил Иоанну От Богородицы Естественно Иоанн знал И о детстве Христа И о различных Чудесах Происходящих Там С самого Малолетства Можно сказать И что там Происходило Как Святое Семейство Жило До выхода На проповедь Евангельского Господа Он На мой взгляд Он Самый Максимально Возможный Имел информацию О жизни Христа Так Называют Его духовные Наиболее духовные Такое Евангелие Поэтому Наверное И духовные Потому что Он имел Огромный Пласт Того Чего другие Апостолы Не знали Не имели И он Их Настолько Глубоко Переосмыслил В себе С помощью Благодати Опять же Духа Святого Изложил их В особом Своем Евангелии Который Ну очень Сильно Отличается От других Евангелий По стилю По Повествовательным Моментам По каким-то Ситуациям Которые Других Просто даже Не упоминаются Попробуем С вами Объединить Эти два Разговора Да Личные Разговоры То есть Господа С Никодимом И с Самарянкой Мы видим Что в обоих Случаях Как раз Наверное Больше нигде Об этом нет Что именно О важности воды Да Говорится Еще есть Какие-то Объединяющие моменты Ну конечно же Вопросы И Никодим Задавал вопросы И Самарянка Задала вопросы И у Никодима Вопросы Они касались Такого Как бы Материального Мирского Такого Плана И у Самарянки Были Такие же Вопросы Более Материальные Скажем так А Господь И в первом И в втором Случае Отвечал Ну на первый взгляд Как-то можно сказать Даже не в попад Не в попад Да Но тем не менее Он вел Своих Собеседников К определенной цели Духовному Восприятию Тех вопросов Которые Они ему Задавали И это Тоже Их объединяет И одного И второго Собеседника Господь Научал И через Эту беседу Исправлял И изменял Их душу Потому что После этой беседы Они стали верующими До этого Они были практически Не верующими Хотя И интересующимися Это тоже Их объединяет Потому что И Никодим Если бы не было У него интереса Что же это за Человек такой Господь Иисус Христос Он бы не пришел К нему ночью Причем Он же под страхом Иудейским То есть Он был член Синедриона Он мог лишиться Своего богатства Своих званий Лишиться И все равно Он пришел Это О чем О том Что он искал Истину Он искал Бога Он искал ответов На те вопросы Которые он задавал Спасителю Также и Самарянка Точно так же Мы видим Что она говорит Что вот у нас Есть традиции Ходить И вот Значит она Исполняла Получается Святой рощ Поклоняться Богу То есть Она об этом Знала И исполняла И даже В какой-то степени Оспаривала Право иудеев На то Что они Единолично Заняли Что только у них Богу поклоняться И все А мы вот здесь Например Поклоняемся То есть Она тоже искала Бога Хотя и жила Достаточно Такой распутной Жизнью Но пять Мужчин Имело Это конечно И сейчас Так сказать Не всегда Встретишь Таких Но вот Достаточно Была Распутная Женщина Но тем не менее Она искала Бога И после этой встречи С Господом Она в корне Изменила Свою жизнь И стала На путь Проповеди Евангельской Изменила Свою жизнь Абсолютно Благочестивой Стала Христианкой Стала И вот Даже Мученицы То есть Фатиня Все Кто Имя Ночит Светлана Это Их покровительница Фатиня Самарянка И хотя Они В общем-то Абсолютно Разные Люди Мы видим Господь Разных Людей Призывает И тут Никодим Сам ходил За Господом А здесь Самарянка Вроде Она как Поклонялась Случайно Столкнулась С ним На источнике Тут пришел Господь Но и к Никодиму Господь Тоже Пришел В Иерусалим Для того Чтобы Проповедовать Евангелие В том числе Никодим В Иерусалиме Жил Ну просто Здесь он Пришел В селение Самарянское К Самарянам Там он Пришел К Никодиму К Иудеям Чтобы им Проповедовать И в этом Мы видим Так сказать Опять же Промысел Божий Спасение Всего Человечества А не только Избранных Каких-то Людей Как некоторые Говорят Что вот только Для избранных Истина Открывается Нет Господь Много Званых Говорит Господь То есть Всех Без исключения И любой Национальности И любого Так сказать Уровня Жизни Как говорят И вип-персоны И простых Людей И даже Таких Как Мария Египетская Например Блудниц Всех Господь Призывает И всех И ищет Как бы их Спасти Привезти В Царство Небесное Вот здесь Мы тоже Это видим Насколько разный Уровень жизни Никодима Князя Иудейского И Самарянки Но Господь К ним одинаково Относится С одинаковым Вниманием И с одинаковым Таким Отеческим Усердием С ними беседует И приводит Их к вере В разговоре С Самарянкой Господь Да Такую Ну Наверное Можно назвать Духовную революцию Производит Когда он Говорит Что Поклоняться В духе истине Что это означает Как Мы же тоже Получается В духе истине Поклоняемся Да У нас Как бы Мы видим Что Господь Ломал Стереотипы Языческого Общества И Иудейского Общества Тоже Ломал Стереотипы Потому что У иудеев Было четкое Такое постановление Что Можно Приносить Жертвы Богу И иметь Так сказать Молитвенное Общение Храм Только единственный Во всем мире На всей планете Один храм В Иерусалиме Храм Соломона Самаряне Говорит Вот единственная Святая роща Вот на нашей Там Горе Находящаяся Вот только Там можно С Богом Общаться А Господь Сказал Да нет Господь Везде Присутствует И если вы Внутри себя Имеете Чистоту И желание Богообщения То вы Конечно же С Господом Можете быть Везде И всегда Господь Всегда С вами Присутствует Как в Евангелии Он говорит Стучась В сердце Человеческое В двери Сердца Человеческое Все Я стою И стучу Жду Когда Отворят Мне двери И Есть даже Такая поговорка Храм Он не в бревнах А в ребрах Находится И вот здесь Мы как раз Отсюда и Понимаем Что человек Должен быть Храмом Бога Живого Храмом Духа Святого Святой Троицы И Бога Отца Конечно же И так же В Евангелии Читаем Что Господь Иисус Христос Говорит Тот кто Слушает мои слова И исполняет их Того Отец мой Возлюбит И мы придем К нему И сотворим У него Обитель У этого человека Обитель Где можно Сотворить У человека Но только в душе В сердце Конечно же И здесь Мы Так же Приходим К тому Что Поклонение В духе И истине Богу Человек Должен Происходить Внутри Себя Производить В сердце И уме Мы здесь Понимаем Что речь идет О внутренней молитве Молитве Сердечной Молитве Умственной То есть Мы не только Внешне должны Там поклоны Класть Но и внутренне Еще Осознавать То О чем Мы Бога просим То К чему мы стремимся А стремимся мы В Царство Небесное Потому что Именно это Заповедовал нам Господь Ищите Царство Небесное Остальное Все приложится Вот Это мы должны Производить Внутри себя Это действие И тогда Господь Нас возлюбит Внутренне Хорошо Внешне Обязательно Но Здесь опять же Мы опираемся На То Переданное Нам Устроение Молитвенное Как Господь Молился Он показал Что он Ревнует О храме Отца Своего Небесного Когда изгонял Из храма Соломона Всех Торгующих Там и прочих И сам В 12-летнем возрасте Остался И сам Жил там Три дня Когда родители Его потеряли Представь Богородица Три дня Искала С Иосифом Обручником Когда они Пришли на праздник Потом ушли И вот В том Коллективе Который Шел обратно Из Иерусалима В Назарет Они его не увидели Вечером Вернулись в Иерусалим И нашли его Через три дня В храме Соломона И удивительно Что он им ответил Когда они воскликнули Почему Чада Почему ты так С нами поступила Мы же Беспокоились Он с некоторым удивлением Говорит Неужели вы не знаете Что я должен быть В доме Отца моего То есть В доме В храме Отца небесного Бога небесного Вот Тогда это Никто особо не понял Эту фразу Потом только Она обрела Смысл Глубокое понимание Поэтому Мы видим Что Господь И телом И душою Человеческим телом Человеческой душою С которым он Неслитно И нераздельно Соединен После рождения От Пресвятой Богородицы Он служил Богу Отцу И поклоны Клал И даже Молился До кровавого пота Пот ведь Он из тела исходит Не из души Да Мы помним Что моление о чаше Перед ее крестными Мучения В Гефсиманском саду Да На камне Этот камень до сих пор лежит И эти Деревья Которые Масленичные Да Которые Под которыми он молился Они сейчас там произрастают Им там Больше двух тысяч лет Соответственно Это место есть Где Господь Молился Причем Со слезами И с потом И с кровью Таким вот Удивительным образом Кланялся И телесно В том числе Своему Отцу Небесному И просил Чтобы он пронес Мимо него Эту чашу Но не как я хочу А как ты хочешь Да Сам Господь Добавлял эту фразу И нам Также он Показывает пример Своей молитвой Также мы Вспоминаем Как он и постился Ведь Некоторые говорят Да зачем поститься Это все ведь В душе находится А тело Пускай Так сказать Кушает Чего хочет Нет Господь постился В пустыне Сорок дней Сорок ночей Причем Не в пример нам Он вообще Ничего не вкушал Да И это Это же тоже Телесные труды Он приносил Это говорит о чем О том что Мы должны Всем своим естеством И телесным И душевным Служить Господу Молиться И поклоняться Господь Дает Благодать Духа Святого Да Духа Святого Только тем Кто просит К тем Кому Кому нужно Ну может Наши телезрители Посмотрят Ну а зачем Мне это надо У меня тут Своих семейных Забот полно Ну для некоторых Конечно же То что мы Сейчас говорим Это что-то Такое далекое Непонятное И Даже Невоспринимаемое Что это Ну что-то Это не для меня Да Это вообще Не обо мне Некоторые Так будут думать На самом деле Это о всех И для всех Почему Потому что Мы все Рано или поздно Придем к Богу Хотим мы Этого не хотим Живем мы С верой Или не живем С верой Верим мы вообще В Бога Или не верим В Бога Мы все Перед ним Предстанем На страшном суде И Будет Озвучен Приговор Каждому Из нас Из уст Божиих И те люди Которые Не верят в Бога Или говорят Ну это не для меня Это вот там Они сами Пускай Там что-то молятся А я вот Живу для себя Вот Вся жизнь Она вот Некогда Да Она Для другого У меня жизнь Совершенно Устроена И они Предстанут На этом Страшном суде И представьте Вот они будут стоять Пред Господом Которого Они отрицали Всю жизнь Которым О котором они говорили Что это не для меня Общение с Богом Это не для меня И не надо мне Никакой благодати Не надо мне Никаких молиться Ничего мне не надо Вот на сегодняшний момент А на страшном суде Как они себя будут чувствовать Когда они вспомнят Вот эти свои слова А им это напомнит Господь И когда человек Будет В ужасе Почему страшный суд Потому что В ужасе Человек будет вспоминать Своё безумство Абсолютное Отвержение Бога Всю свою жизнь И говорение Что я живу Там для Телесных утех А не для Бога Я живу для того Чтобы пивка попить Там поблудить Или там Не знаю На рыбалку съездить Ну может быть не так Большей части людям Некогда Некогда Вот семья Надо работать Некогда Для семьи живу Для работы живу Но не для Бога И этим людям Тоже будет страшно Смотреть на Господа Который Собственно Дал нам Всё Что у нас есть И который Только одного Не требует Он просит Только одного Придите ко мне Все труждающиеся Обремененные И аз Упокою вы То есть ко мне Придите все Это Та цель Вашей жизни С которой Вы здесь Находитесь Прийти ко мне И я вас Успокою Я вам дам Покой в душе А пока вы Мечетесь Вот без меня Вы никакого Покоя не найдете Ни в работе Ни в семье Ни в своих удовольствиях Да даже Менять ничего не надо Как апостол Говорят В каком-то чине Там призван В том и служи Господу То есть не надо Тебе бросать семью Не надо Тебе бросать работу Ты просто Немножко Вектор Меняешь Ради чего Смысл Ну скажем так Мы расставляем Все точки над И правильно То есть мы Свои цели жизни Пересматриваем И основная цель Нашей жизни Становится На первое место Это Поиски Бога И Значит Царства Небесного Остальное все приложится Оно все вторично Тритично И так далее Оно все за этим И должно идти А у нас наоборот По остаточному принципу Церковь мы ходим По остаточному принципу Или по принципу Пока там гром не грянет Мужик не прикрестится Но это неправильно Совершенно То есть мы тогда Господа Ставим в самый конец Той очереди Задачи и проблем Которые мы решаем И ну как-нибудь Вот на пенсии Я как-нибудь К этому вернусь И наверное Буду ходить в церковь На пенсии А пока вот я занимаюсь Другими делами Не так Совершенно не так И жизнь пойдет Совсем по-другому Если вы ее Выстроите В том Русле Которое Господь Так сказать Нам показывает И Предписывает Что мы вот Должны вот так Делать Но понимаете Мы же не ходим На голове Мы ходим На ногах А почему А потому что Господь Нас задумал Вот Господь Дал нам Такое устроение Что есть Две руки Две ноги И голова И мы должны Ходить на ногах А не на голове Хотя Конечно Можно и на голове Ходить Но это Перестроит Всю вашу жизнь Вам будет Очень неудобно Вот То же самое И здесь Это можно Такое сравнение Привести человек Который Живет Не в поисках Бога и Царства Небесного Он ходит На голове Кверх ногами Ходит И поэтому И видит Весь этот мир Совершенно Не с той точки Зрения Которой должна быть Она должна быть Правильной точкой зрения И поэтому Для этого Надо перевернуться Встать на ноги С головы на ноги Встать И тогда вы все Увидите В правильном ракурсе И в правильном цвете Это вот Поэтому Господь и говорит Что Ищите И все Приложится А так как мы Не ищем То ничего И не прилагается Мы бегаем За своими проблемами Мы что-то ищем Мы что-то пытаемся Сделать Слепить А у нас все Рассыпается Доброго Ничего сделать Без меня Не сможете Это сам Господь Говорит Без меня Ничего доброго Сделать не можете А мы пытаемся Что Хорошую семью Создать Не получается Хорошую работу Так сказать Получить И сделать Что-то полезное В этой жизни В этом мире Не получается Потому что без Бога Почему Именно По той самой фразе Без меня Сделать доброго Ничего не сможете Ни семью создать Вы не сможете Ни детей Вырастить И воспитать Хороших Без Бога Не сможете Ни на работе Что-то полезное Для людей сотворить Тоже не сможете Без Бога Это надо помнить Ну может быть С мирской точки зрения Это может быть Все и хорошо Да и хорошая работа Хорошая семья Но это Не гарантия Дого Что человек Спасется Да Мы Спасаемся Вообще Не делами Мы спасаемся Только Милосердием Божиим Любовью Бога К нам И нашей Верой в Него Потому что Чтобы Любовь Божия Нас достигла И могла Нас спасти Мы должны Верить в Бога И довериться Ему А если мы в Бога Не верим Как мы ему доверимся Но это все равно Что если Человек больной У него Не знаю Там аппендицит Там или еще Какая-то болезнь Но он Не верит своему врачу И не доверяет Ему Врач не сможет Его вылечить Пока он Не доверится врачу И не поверит в него Никакой Лекарственный препарат Он не будет брать От этого врача И естественно Просто умрет От болезни своей Потому что Один на один Он сам Без врача Не справится Со своей болезни И это говорится О телесном враче О телесной болезни А сейчас Мы говорим О духовных болезнях О тех грехах И страстях Которые в нас внутри есть И о духовном враче Без которого Мы так же не справимся Никто нас От них не излечит Мы можем их Только Каким-то образом Забыться От них Обезболить Как это Опять же По аналогии С телесными болезнями Ну то есть Алкоголь Выпить И забыться На какое-то время Но когда Опять Так сказать Пройдет Опьянение Мы опять Возвращаемся К тем же самым проблемам Или некоторые Наркотики Испытывать И это тоже Проходит И опять Возвращается В ту же точку Болезненной Ситуации Или семьи Меняют Или меняют Там вот Одна жена Не понравилась Вторую Третью Четвертую Жену Поменял Оказывается И это неправильно Значит и здесь Неправильное Лекарство Все делается внутри тебя Да Мы же Боремся Со своими страстями Сами Ведь не жена Виновата В наших внутренних Страстях Хотя и от нее Многое зависит Но повторюсь И хорошую жену Без Бога Найти невозможно Мы с вами Вот говорим Как искать Бога Вот такую инструкцию Вот человек Слушает нас Например С чего начать Как искать Бога Ну Есть Несколько путей К Богу И каждый из них Собственно Приводил Того или иного человека Это можно Из жития святых Просто прочитать Ну Первый Простой путь Это путь Кнута То есть Когда мы Пытаемся Избежать Той или иной Скорби Той или иной Болезненной ситуации Или просто болезни С нами С нашими близкими Мы начинаем Искать Где же Кто же Нам поможет Перебираем людей И никто не помогает Тогда идем в церковь Ну да Ну да Это первое Те вопросы Те вопросы О которых мы сейчас Говорим Зачем я живу Что мне Сделать Чтобы себя Изменить В лучшую сторону Потому что Надо менять Не хочется Легче Конечно Плыть по течению Но Менять-то себя Надо Иначе я буду Деградировать С каждой позиции Все ниже Ниже И ниже Опускаясь И Это путь Уже Внутреннего Движения Внутреннего развития Тут человек Начинает Себя анализировать Тут человек Начинает Самокритику К себе Применять Не к другим Критику А к себе Самокритику И Тогда он Начинает понимать Что у меня А так у меня Действительно Вот здесь Прокол Вот здесь Грешок Вот здесь Страсти И потом Он начинает С этими Своими Отрицательными Чертами Которые он Вдруг увидел У себя Начинает С ними Пытаться бороться С своими Человеческими силами Борется А ничего не происходит Не получается И тогда Видя свое бессилие Он приходит К врачу Души Телес Господу Уже Осознанно И говорит Господи Ну вот если ты можешь Как тот отец Больного Ребенка Своего Сказ Господи Если ты можешь Чем-то помочь Помоги Вот так же И каждый из нас Когда мы видим Уже Что сами Ничего сделать Не можем Хорошего Ни с собой Ни с ситуацией Вокруг себя Мы обращаемся К Богу И тогда Мы укрепляться Начинаем Верить Потому что Господь Начинает Нам помогать И исцелять Нас От этих Страстей Нам надо Сразу Понять Что Своими силами Мы вообще Ничего не Можем Сделать Вот пока Синяков Не набьем Сразу Не поймем К сожалению Очень мало Людей Приходит По хорошему К Богу Но есть И такие Поэтому Те кто Разумно Смотрит На свою Жизнь И старается Разумно Вот свои Так сказать Приоритеты Критерии Расставить В своей жизни Цели И задачи Те могут Вот так Прийти Именно С помощью Своего Разума Богом Просвещенного Прийти к Богу И уверовать В Него И через это Спастись Да И без таинства Причастия Никак Ну Мы да Сегодня говорили О воде Живой Вот Без Тела и крови Христовых Мы так же Не можем Жить Потому что Ради этого Господь пришел В этот мир Распялся на кресте Чтобы дать нам Своё тело и кровь Чтобы мы Через это Могли Обожествляться Через это Мы Могли Изменять Своё естество Через принятие Вся тела и крови Христовой Мы могли Внутренний Свой мир Обожествлять Освещать И принимать В себя Благодать Духа Святого Ту самую Живую воду У нас осталось Сегодня много Полторы-две минуты И наверное Самое обязательно Нужно сказать Будет ближайшее воскресенье 22 мая Будет день памяти Нашего любимого Святителя Николая Чудотворца Ну я думаю Ну я думаю Уж этого святого Вся наша Русь святая Чтит И знает И помнит И молится ему Поэтому всех приглашаем К нам в монастырь Он в честь Николая Годника То есть он покровитель Нашей обители Будет крестный ход Вокруг монастыря Божественной литургии Будет 9 утра Поэтому всех приглашаю Приходите Помолимся Пройдем крестным ходом И всех поздравим С памятью Святителя Николая Как раз послушаем И воскресенье На Божественной литургии Притчу Как раз Ивангельской истории О Самарянке Да То самое О которой сейчас говорили Да Благодарим вас Отец имени Чтобы к нам приехали Приезжайте еще Спасибо Господи До свидания На сегодня все До свидания